Саша, все очень интересуются по поводу тактики сборной, никто ничего толком не говорит. Вы для себя уже примерно понимаете, как будет играть команда на Проверсавском. Ну, у нас достаточно много рабочих схем, поэтому мы тренируем как два, так и три центральных защитников, поэтому варианты есть. Пробовались матчи с Францией на позиции опорного полузащитника, понятно, что не очень привычно. Можно ли ожидать, что и на чемпионате мира будет что-то в этом роде? Ну, мне по большому счету особо нет разницы играть там нижнего опорного или инсайда, так главное играть где-то, ну, главное играть. Вообще играть. Ощущения перед Евро 16-го года сейчас можете сравнить? Тогда все равно были совсем еще молодым и опытным. Сейчас чувствуете себя уже сторожилом в городе? Ну, сторожилом нет, но, конечно, чувствую себя намного опытнее, так по сравнению с Евро, конечно, там я немного боялся, даже где-то постарался избавиться от мяча, там даже, если честно сказать, то сейчас уже я стараюсь там заставить ошибиться соперника, нежели там бояться самого ошибиться. Сговоры постоянно идут о том, что вы можете уехать. Это мотивирует перед чемпионатом мира или наоборот отвлекает и хочется не думать о том? Нет, да я вообще об этом не думаю. Сейчас я нахожусь в сборной, все цели только вот хорошо провести чемпионат мира, а там уже как оно будет, так и будет. Суда до вас не доходят? Никакие разговоры о вашем будущем? Нет, вообще пока никаких разговоров нету. Ну, только пишут в интернете, мне пока ничего никто не говорит. Ну, а... говори, говори. Воскроется очень хороший удар. Будете чаще, чем не стараться? Ну, как будет возможность, буду бить, да. Человека на перспективу, а реального лидера команды? Ну, на самом деле нет, я это не чувствую. И у нас много лидеров в команде, и каждый из нас будет стараться приложить максимум усилий. И я думаю, что только за счет этого может получиться успех за счет командной игры. Как вообще вот вы справляетесь с ответственностью, которая на вас ложится? Ну, я бы не сказал, что какая-то есть ответственность. Просто мы понимаем, что у каждого футболиста есть задачи на каждом кромке поля, на каждом. И я думаю, что каждый должен выполнять, и все будет нормально. Вы за ЦСКА забили несколько потрясающих голов в этом сезоне. Назовите лучший. Вот лично вам, какой самый крутой показался? Ну, наверное, самый такой красивый с арсеналом штрафной. С арсеналом все-таки, да? С чем? Вот про штрафные хотел спросить. Вы же до этого вообще не били штрафные, а потом забили и стали уже регулярно подходить. Как вообще все это происходило? Ну, где-то за матча 3-4 до Арсенала мне тренер сказал, что там, ну, назвал ряд футболистов, там настроек было, кто будет бить штрафные. И там, вот, перед этим матчей не было штрафных, не получалось там, не создавалось никак. И вот с арсеналом получился штрафной такой, он близкий. И сказали, что будет первый штрафной, подойдешь, пробьешь. Вот, шо, правильно. Вы на тренировках отрабатываете, а ты сейчас занимаетесь регулярно? Ну, вот, в основном, примерно, как сейчас, вот, после тренировок, там, остаемся, бьем, да, ставим стенку, там, 10-15 минут максимум. Еще, Гончаренко вас подтолкнул к тому, чтобы вы штрафные убили. Ну, да, но я еще при Леон Твиттере, Чеслуцком, тоже я исполнял штрафные. И потом, вот, какое-то время при Викторе Михайловиче исполняли другие ребята. И сказали, что будет первый штрафной, подойдешь, пробьешь. Хорошо, правильно. Вы на тренировках отрабатываете, а ты сейчас занимаетесь регулярно? Ну, вот, в основном, примерно, как сейчас, вот, после тренировок, там, остаемся, бьем, да, ставим стенку, там, 10-15 минут максимум. Еще, Гончаренко вас подтолкнул к тому, чтобы вы штрафные убили. Ну, да, но я еще при Леон Твиттере, Чеслуцком, тоже я исполнял штрафные. И потом, вот, какое-то время при Викторе Михайловиче исполняли другие ребята, там, били, и потом все, ну, вот, перед Арсеналом, так же, вот, как я и сказал, значит, меня бить. Уже понятно, кто сейчас в сборной битве стандарты отличает? Ну, всегда знаем, что Саша Семедов бьет, а там, я не знаю, как тренер скажет. В финале Лиги Чемпионов Скалболе? Ну, болел за Реал, а так вообще за красивый футбол. А почему за Реал? Ну, как-то всегда симпатична была эта команда. Если говорить о Реале, кто там в реале творец успехов? Роналду, Бейл или, может, те парни, которые как раз сцентрикольные игроки? Ну, я думаю, что Модрич. Модрич, почему? Ну, он делает большой объем работы, он помогает сзади, помогает впереди, там, много обыгрывает, вступает в единоборство, у него даже статистика самая высокая, там, грубо говоря, вот, среди центральных положительников во всем мире. Когда видел эпизод с плачущим с Аллахом, какие были мысли в тот момент? Ну, было очень жалко его, потому что, я думаю, если бы он не ушел, то точно где-то что-то он такое бы сделал, возможно, забил, и до самого последнего, там, я не знаю, до свистка было бы интересно очень смотреть. Ну, то есть, проекции на сборную России не было? Да нет. А в свободное время что делается? Владимир Шевчук вкладывает видосики в сторис, катается на велик, до куда ездит, или вот, и, вроде бы, с вами, как бы, с США. Да, мы тоже катаемся на великах, так, играем в компьютер, гуляем, просто здесь по местности, и все, ничего особо такого, ну, и в восстановлении много времени уделяет. Когда вы с Луцкого попали в сборную, он считал, что, ну, имеет определенную ответственность в развитии вас, как игрока. Сейчас вы продолжаете с ним общаться в каких-то ситуациях? Он дает какие-то советы? Да, практически после каждой игры, там, мы списываемся, созвонимся, он мне, там, где-то говорит, по каким ошибкам, там, по позиции, что как я правильно делал, что неправильно. Да, мы очень хорошо общаемся с ним. Заговь сегодня в интервью своем сказал, что постоянно говорит, Саша, уезжай, Саша, уезжай, это он преувеличил, или, правда, он не седает? Да не, это он, шусь.